Да, вот она, наконец-то! Наконецточки вышла! Одиннадцатая серия по порядку с названием Бездна Вины. Новая супергероиня Пигела и её новая суперсила. Дикие приключения Леди Баг и Супер Кота. Объяснение всех деталей и детальный разбор новой серии. Так что давай с самого начала подпишись и включи колокольчик. Погнали смотреть! Начну с того, что многим этот эпизод не зашёл и был даже тупым, судя по отзывам в телеге. Но всё потому, что многие не поняли его сути и о чем он был на самом деле. И да, чтобы попытаться понять португальского, оказалось куда сложнее. Язык сломаешь, губы порвёшь. Так вот, я всё же постарался поверхностно перевести эпизод. И вот как всё было. В самый обычный день в школе Маринка, как обычно, ничего не учит и пялится на Андрюху, летая мыслями в облаках. Этот год она завалит по учёбе точно. Роуз просит мадам Бестие отпустить её в лазарет. И учительница, видя как Маринетт Хава и Тедриана глазами, просится проводить подругу в медпункт к мадам Дори-Дори. Это может быть школьная медсестра, но её нам не показали. Роуз и Маринетт шутят про эту Дору по пути. Но она так и не знает, зачем Роуз понадобился медпункт. Когда Джулика пришла кушать в буфет, Роуз присылает ей сообщение, которое меняет ей настроение на противоположное. И девушка прячется в школьной котельне, дабы поплакать. Её ищет Маринетт, когда случайно наткнулась на Эдриана и зависла виндой, смотря ему в глаза. Эдри сказал, что вроде как Джул зашла в эту дверь и ребята пошли проверить. Маринетт снова падает на Эдри. Её винду снова подлагивает при виде любимчика. Она извиняется, что растяп, но нам уже не привыкать. Они находят Джул и решают с ней поговорить. Маринетт шлёт всем смс, что Джул в котельне. И ребята через пару сек уже там. Они попросили рассказать, в чём дело, и держать рот закрытым, даже если начнётся зомби-апокалипсис. Так вот, тут Джул, будучи в поддержке друзей, решает рассказать всю правду, что Роуз ещё с самого детства больна. И ей нужно переливать кровь, показывая ту самую смс, где её подруга лежала на койке с катетером в руке. Джулика очень ранимая, поэтому не сдержала слёзы, скрывшись в подвале. Поближник уже намылил свои грязные ручки и выпустил Акуму. Но Джул вроде как угомонилась и вернулась в нормальный ритм. А Акума развернулась и улетела. Да, Роуз больна уже давно, но это ей не мешало, когда Джулика тоже знала эту тайну и разболтала всем. Одноклассники сразу начали полиции вести себя необычно. Маринка начала её обнимать и говорить, что любит. Робот Макса даже хотел рассказать ей уроки, чтобы она не напрягала глаза на поншер. Конечно, Джул это видела и чувствовала себя виноватой, что рассказала тайну подруги. Даже в столовке ей все уступали место и отдавали яблочки с витаминками. Ну зачем столько яблочек? Роуз же не короба, чтобы всё схромать. В это время она решает рассказать Роуз всю правду. Они забежали в туалет, где и поговорили наедине. Но когда Роуз возвращалась, она так сильно открыла дверь, что повалила целую толпу. Короче, Джул призналась, и ребята теперь тоже как бы спалились. Роуз сказала всем, что теперь всё хорошо и беспокоиться за неё не надо. Но на следующем уроке случайно чихнувшая Роуз навела такого шума, что Маринка вообще обезумела и запрыгнула на стол. Безумная на всю голову. Роуз тоже кипишнула и, скорее всего, сказала Джулеке, что зря она всем разболтала. Джул чувствует себя виноватой и снова бежит в туалет. В этот раз Бражник шлёт о Мока и о Куму, превращая её в рефлекту. А портал на двери — это Сенсомонстр. Бражник сказал, что это портал искупления, и все, кто туда попадёт, покаятся за свои поступки. Джул делает невероятное и сама туда ныряет. Наводя на Бражника, сплошной ужас. Только ужас был недолгим, так как весь класс и Леди Баг с котом тоже оказались внутри, чем порадовали Бражника. В этом утробном месте все чувствуют печаль, тоску и вину, которая всё больше увеличивается и притягивает шарики. А они превращают перса в рефлекту. Никого уже не осталось среди детей, кроме Роуз, оптимизм которой даже впечатлил Леди Баг. Она мотивировала суперкота не падать духом и поднять себе настроение, чтобы шарики отвалились. Тогда букашка вручает ей камень свиньи, и мы наслаждаемся новой супергероиней Пигелой. Она круто вышла, но через говняный рендер иногда она меня пугала. Реально крипово смотрится как-то. Так вот, сила Пигела — это внушать в людей оптимизм, дарить радость и показывать им самые желанные мечты. Когда они находят Джулу рефлекту, она поглотилась в три слоя этими пузырями. И девушка повторяла одни и те же слова. И Гела создает суперподарок, что промывает Джул мозги, показывая ей самые счастливые моменты. После этого они победили Апкуму, с трудом выбрались порталы и оторвались от хвоста репрек. Да, Леди Баг после этого начала уважать Роуз, как очень сильную личность. Потом букашка побила Джул новенький айфон и зафигачила еще и Амок. Ну а после этого все начали жить как прежде, и Марина даже нагло отобрала подушку у Роуза, успокаивая тем самым Джул. Вот такая серия получилась. Кое-что я угадал уже давно, как, например, о пузырях. Что делают с реплектой? А вообще, грустная новость о том, что Квин Банана не выйдет до осени без предыдущих серий, некоторых может даже обрадовать. Томас и Астрюки и так с горы летели, чтобы побыстрее сделать новые серии, что не прошло мимо графики. Это просто как здесь, друзья. Хуже графона не было даже в первой серии. Козлы! Поэтому с долгой паузой также надеемся на улучшение графики, ибо на это смотреть невозможно. У меня глаза вылазят, как у этого чувака при просмотре. А как тебе качество графона? Новая пигела и сюжет этой серии. Не забывай ставить лайк и подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok